Жуткий монстр? Человеческие жертвоприношения? В душе это не закрутился ураган противоречивых чувств. Всем привет! Вы на канале Дьюф Плей, и мы продолжаем проходить Огонь Маяка. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео, а ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Как ты поступишь? Бродяга усмехнулся. Разумеется, разумеется, буду сильным и храбро встречать лицом к лицу с любыми трудностями, как мужик. Ого! Ну, тебе не понять, наверное. Знаешь, я думал, что у меня есть выбор. Ломал голову, сомневался, прикидывал шансы и варианты. Только на самом-то деле нет никакого выбора. Я с самого начала знал, чего хочу на самом деле. Просто решиться было очень тяжело. Плох тот моряк, что выберет для себя плохой порт. Ха-ха! Ну, так это само собой разумеется, не? Я же его сам выберу. Значит, не такой уж он и плохой, а в крайнем случае... М? Если порт окажется плохим, просто переберутся в другой. Делов-то! Верно. Ты прав. А то ж! Удачи в плаванье. Да уж, не потону. Спасибо за помощь. Звезды были очень красивые. Я хочу сделать тебе подарок. Подарок? Забавный тут сервис. Возьми. Откуда он знает слово сервис? Это не протянуло раскрытую ладонь, на которой лежала испускающая мягкий, золотистый свет брошь. Ну, а неплохо. Носить я ее не буду, ты уж извини, но обязательно сохраню. Тебе решать, как поступать с подарком. Он ведь что-то доолицетворяет, а? Я уже разобрался с вашими законами. Везде скрываются с десяток тайных значений. Эммм... Я всего лишь люблю корабли. Паруса, наполненные солнечными, солеными ветрами, приносят в сердце мужество и чувство свободы. Паруса? Хм... Ну, думаю, я понимаю, к чему ты клонишь. Спасибо. Этани улыбнулась, видя, что ее подарок пришелся гостю по душе. Бродягу уплыла с Тебе вэтани в одиночестве. Она была рада помочь очередному гостю и приготовилась жить в ожидании следующего, однако что-то не давало ей покоя. Почему меня не оставляет чувство, что я забыла о чем-то важном? Если порт окажется плохим, просто переберусь в другой. Маяк не был плохим местом. Но иногда это не чудилось, что ее зовет совершенно иной порт. Невозможно. Возможно. Гости приходили и уходили. Этани любовалась с ними звездами, а потом прощалась. Раз за разом. Гость за гостем. Время на маяке спало, но при этом неумолимо летело вперед. И вот однажды Этани поняла, что ей пора умирать. Ого! Этани не испытывала страха и боли. Она просто поняла. Время пришло. Огонь ее у фонаря становился тусклее и тусклее. А гости приходили все реже и реже. Всему приходит конец, даже мирной жизни смотрителя. Этани навсегда покидала свой маяк, но не грустила, ведь знала, что существует множество других смотрителей, способных помочь заплутавшим мореплавателям. И когда-нибудь появится еще один маяк с прекрасным золотым огнем, его смотритель будет наставлять путников, как долгое время то делала Этани. С ее уходом ничего не закончится, а начнется нечто прекрасное и удивительное. Эта не устала. Она бы не отказалась немного поспать. Совсем немножко. А проснувшись оказаться на светло-лазурном берегу, под лучами ласкового солнца. Песчаный берег, лазурное море, крики чаек. Образы напоминали сновидения, хотя смотрители не спали и не видели снов. Эта не хотела хоть раз увидеть это место воочию, своими глазами. И вот она умерла. Золотой огонь погас, а маяк растворился в тумане. Скоро это не суждено переродиться, а сейчас... Она отправилась в путь. Она ходила по мирам, попадала на маяки, искала и искала, пока не оказалась на небольшом залитом солнцем острове. На острове никого не было, ни людей, ни даже жилищ. Однако Этани заметила одинокую лодку, пришвартованную к полуразрушенному причалу. Она заметила людей, нескольких мужчин и молодую девушку. Они носили странную одежду, которую Этани несколько раз видела на гостях маяка. Больше всего ее сразило. В какую короткую юбку приоделась девушка? В деревне Этани за такое бы... Г... Голова разразилась болью. Что это было? Воспоминания? Ц... Люди не видели ее, потому что само существование смотрительницы сейчас напоминало расплывающиеся воспоминания. Конец ее жизни уже настал. Но это не чувствовало ни конец. Еще не совсем. Люди смеялись, но немного нервно. Это не уловило часть их разговора. Ух, настоящий прокля... проклятый остров! Тут и правда умирают люди. Жуть! Умирают? Как? Почему? Вычитал в статье, как один из археологов, изучавших здешние ритуалы, умер по непонятным причинам. Я видел репортаж в новостях. Он умер из-за старости. Перетрудился. Все равно жутко. Когда-то здесь располагалась рыбацкая деревушка. Но ее население давным-давно вымерло. Говорят от проклятия. Или друг друга перебили. Тут уж в каких источниках смотреть. Они поклонялись какому-то жуткому монстру и приносили человеческие жертвоприношения. Приносили жертвоприношения. Пиздец. Жуть! Та да! Вот в конце концов все и перемерли. Жуткий монстр? Человеческие жертвоприношения? В душе это не закрутился ураган противоречивых чувств. Нахлынула волна страха и одновременно все сокрушающая тоска. Не желая больше слушать разговоры странно одетых людей, бывшая смотрительница направилась прочь вдоль кромки воды. Ноги сами собой несли ее вперед. Сложно, словно торопились вернуться в родные места. она оказалась на части пляжа закрытой скальной грядой. Прекрасное место для тайного убежища. Посмотрела на море, в душе словно шевельнулась тоска и ярость. Почему я здесь? О чем я забыла? Ответа не было. Не зная чем себя занять, Эта не решила собрать несколько красивых ракушек, тут и там разбросанных вдоль берега. Словно она не раз так делала. Словно. Это не остановилось наступив на что-то бумажное. Книга? Нет, кажется такая бумага носила название газета. Это не припоминало, как один из мореплавателей иногда оставлял ей почитать целые стопки, утверждая, что долг любого человека находиться в курсе последних событий. К счастью, смотрители обладали способностью читать на любом языке. Это не всмотрелось в текст. Жертвоприношение. погибшая деревня. Это не отбросило потяжелевшую от песка бумагу в сторону. Почему от песка, а не от влаги? Ладно, пусть от песка будет. Должно быть, газету принесли на остров те молодые люди в странной одежде. это не ощутило дурноту, но продолжило изучать берег. А? Среди ракушек лежал предмет, покрывшийся плотным слоем водорослей. Это не подняло его и старательно обмыло в соленой воде. Фигурка? Украшение? То есть она уже не помнит, как бросила эту хуйню? Брошь! Это не немало удивилось. Неведомое чувство подсказывало, что брошь как-то связана с маяками. И тем более, почему тут эта брошь пролежала до хуй знает сколько лет. Ее бы уже давно должно было похоронить под песком. Как болит в груди. Сука, как же тут музыка внезапно останавливается эта пизда. Бля, сори, обратно. Ты говоришь, обратно, курва. А потом на это не нахлынули воспоминания. Ее детство, ритуал, маяк, смотритель Астабан, подаривший ей на памяти дракончика защитника. Но как? Почему брошь оказалась на этом острове? Так ты же ее тут бросила! Бля, я не понимаю, почему она это забыла? Вы хотите мне как-то помочь, господин Астабан? Это не прижало ладони к сердцу, словно пытаясь зенять душевную боль. Все умерли давным-давно родители сестра брат вся деревня продолжая приносить жертву мстящему божеству островитяне сгубили самих себя никого не осталось печально пстящие божество ты все еще здесь? Это не хотело знать правду. Ты ведь существуешь, правда? Обычные люди не понимали речь древних существ, но это недавно перестало быть человеком. Да, она изначально была девушкой. Ладно, сори за хуевую шутку. Скажи мне, что случилось? Почему ты так поступал? Почему все так закончилось? Это не сжало брошь и прижало к груди. Еще раз или еще сильнее? Ответь, мстящее божество! Перед глазами вспыхнула тьма. Да не такая уж и тьма. Синева скорее. Это не казалось, что ее окружили морские воды. Мир застыл в чернильной тишине. Это не словно вернулось на маяк, где время остановило свой ход. Но она не очищала спокойствия и безмятежности маяка. Только холод и глубокую ярость. Ярость или страх это чувство мстящего божества. Зачем? Зачем ты вынуждал нас убивать друг друга? Ради мести? Ради веселья? Ответь! Ответом ей послужила тишина. Сколько лет ты хранишь в себе обеду? Или время для тебя остановилось? Но оно должно двигаться вперед. Иначе так и останутся только обеда и ненависть. Зачем продолжать страдать и заставлять страдать других? Вода сгустелась и забурлила, окончательно переполнившейся эмоциями могучего древнего создания. Мир на миг погрузился во тьму. А потом... я не хочу умирать не хочу умирать не хочу не хочу умирать не хочу умирать не хочу умирать не хочу не хочу умирать я жил здесь долго очень долго а потом пришли люди а рядом с людьми я умирал Я не мог покинуть свой дом и не мог жить рядом с людьми Я не знал как быть Я привязан к месту рождения Через связь я получаю силы жить Но пришли люди и стали забирать жизненную силу, что я черпал из моего дома Я умирал Прям как в то моё видение А потом появился человек, человек со страшной улыбкой Он сказал, что я смогу жить Жить? Правда? Я и правда смогу жить? Человек кивнул и ответил Пока люди умирают Ты сможешь жить Интересно, что ты захуйбал? Он сказал, что обо всём позаботится Сказал, что заставит людей убивать друг друга И пока они убивают друг друга во имя меня, я могу жить Почему некоторый текст так быстро исчезал? Перед глазами снова появилась... возникла синяя пелена воды Это неошарашенно размышляло над тем, что только что увидела Это были воспоминания мстящего божества? Значит, оно просто хочет жить Но когда я говорил про её видение, то то, где были бабочки Типа, смысл тот же самый Но почему именно так? Разве не было иного способа? Жизни людей в обмен на моём Жизни, отданные по доброй воле, позволяют мне жить Вместо той силы, что они брали Сила их жизней позволяла мне жить Не хочу умирать Так нельзя, нельзя Но я тебя понимаю, никто не хочет умирать Ты не мог уйти, но я остаться тоже был не в силах Это не сжало брошь, подаренную Астабаном Мстящее божество до сих пор страдает Всё это время оно всего лишь хотело жить Вот как А если бы мы отказались убивать друг друга? Если бы перестали проводить ритуал? Ну, между прочим, там уже давным давно... А-а-а-а-а! Так потому что людей на острове не стало И никто не стал отбирать жизненную силу И он смог жить Слушайте, а прокнула движуха? А если бы мы отказались убивать друг друга? Если бы перестали проводить ритуал? Тот человек обещал! Обещал, что заставят вас! Это этот ёбаный... старейшина? А как же кара проклятия кладбище? Ты не мстел с семьям, отказывающимся принести жар... Отказывающимся принести жертву? Я ничего не могу! Всё устроил человек со страшной улыбкой, он помог! Я заплатил цену, и он помог! Цену? Я отдал свою песень! Песень? Песень, под которую засыпали звёзды! Голос божества стал печальным, тихим и очень подавленным... Наверное, песнь была ему очень дорога... Не хочу умирать! Песень достойная цена за жизнь! Наша жертва достойная цена? Справедливая? Это некрепче сжало брошь... Маленький дракончик был тёплым... Словно она только что взяла его из рук Астабана... Дракончик... Мифическое создание, охраняющее звёзды... Могучий и непобедимый защитник... Люди считают остров проклятым местом из-за тебя... Боятся здесь жить... Мой дом... Полностью заброшен... Ты так всё и оставишь? Да он же сказал, что он вообще ничего делает! Не может! Люди мертвы... Поэтому больше не забирают силу твоего дома! Ты можешь спокойно жить в своих водах, да? Без людей я живу! Я нихуя не нажимал! Там просто исчезает только появляясь! Ты счастлив? Доволен? Разве? Это всё не грустно? Грустно? А вдруг люди решат вернуться? Да, сейчас они боятся! Их пугается и вере, и разговоры о проклятиях! Но ты ведь сам видишь, разве нет? Люди возвращаются! В эту самую минуту они ходят по твоим владениям! Знаешь, люди очень храбрые и настойчивые! Они захотят заселить остров! Ведь он такой красивый! Они снова построят дома! Снова начнут рыбачить и плескаться в море! Тебе снова будет угрожать опасность! И ты просто так умрёшь? Или будешь ждать, пока появится ещё один человек со страшной улыбкой? Снова позволишь людям умирать во имя тебя? Так нельзя! Кошмарная история не должна повториться! Знаешь, может ты всё-таки способен уйти? Существует много миров! Много городов и портов! Может... Тебе стоит отправиться в путешествие? Но он же от этого места черпает жизненную силу! Ёбаный в рот! Как он будет... Не тут черпать её? Путешествие! Времена изменились! Ничто не стоит на месте! Ты не видишь способа уйти, но... Но! Если чего-то не видишь, не значит, что этого не существует! Так? Ты когда-нибудь пробовал уйти? Несмотря на страх! Несмотря... Ни на что! Эээ... Не бойся! Мне тоже было страшно! Очень страшно! Но иногда правильнее рискнуть! А если заблудишься? Если собьёшься с пути, всегда есть человек, который поможет! Вот, возьми! Это не так сильно сжало брошь, что заболела ладонь! А потом бросила куда-то в синеву! Он поможет! Дракон! Господин Астабан поможет! Я смогу жить! Хотела бы пообещать, но не могу! Но ты ведь сам понимаешь, да? Так больше нельзя! Нельзя! Это не услышала далёкий гол Кирилл! Она не знала, кому он может принадлежать! Потому что никогда раньше не слышала ничего подобного! А потом она поняла! То была песня дракона, охранявшего звёзды! Он зовёт тебя! Ну же, скорее! Пора забыть о старых ритуалах, о проклятии, о смерти! Найди новый дом, хорошо? Дом, где не придётся никем жертвовать! Всё вокруг превратилось в шумящий водоворот пузырей! Словно сама вода откликалась на чувства мстящего божества! Морякам снятся новые земли, разве нет? Говорить становилось всё труднее! Но это не хотело поведать о скопившихся в сердце чувствах! Разве тебе не снится дом, где ты можешь снова жить счастливо? Разве недостойный повод для плавания? В лёгких не оставалось воздуха! Это не закашлялось! Спасибо! Я ухожу! Этони снова оказалась на берегу! Божество ушло, следуя зову дракона! А Смотрительница верила, ему помогут! Жаль, помощь не пришла раньше! Но пусть так! Когда-нибудь остров станет безопасным местом! Люди будут жить на нём счастливо, не боясь смерти и не принося любимых людей в жертву! Так и должно быть! Сердце это не свободно от груза сожалений! Возможно, когда-нибудь она вернётся на свой родной остров! В другое время! В другой жизни! Она будет любоваться лазурным морем, греться в лучах солнца, ощущать босыми ступнями песок на пляже! Она будет счастливо улыбаться! А рядом с ней, разумеется, будут улыбаться дорогие ей люди! А сейчас... Когда все её дела сделаны, сомнение развеяно, а в душе царит радостное умиротворение... Это не пора на покой! Концовка Новый Мир Всё? Господи, наконец-то это нудятино закончилось! Какой это бесконечно мрачный пиздец! Такое чувство, что, блядь, просто синопсис к сценарию растянули на всю навалу! Блядь, сколько тут воды! В этом количестве воды сам ёбаный Посейдон захлебнулся! Даже он столько не может воспроизводить, сколько... Смогла... Сценаристкиня понаписывать, блядь! Господи, хвала небесам, я не взял... Ну, последнюю на данный момент их новеллу! А мне её читать! Ёбаный ты в рот! Я ж так полагаю, там та ж самая хуйня! Ебать колотить! Мне не жалко денег, которые я потратил на эту новеллу! Я её, кажется, даже на распродажу покупал! Не помню, за сколько, не суть важно! Даже если не на распродажу! Она там, ну, порядка 100 гривен стоила бы! Пофиг! Пофиг на те 100 гривен! Мне, блядь, жалко времени! Блядь, я дохуя провёл в этой новелле времени! Часов! Блин, я не знаю, я боюсь соврать! Но много! Больше, чем хотелось бы! Это беспробудное говно! Я не знаю, какой гандон понаставил хороших оценок ей в стиме! Но это явно накрученная залупа! Никому не советую проходить! Соболезную всем, кто досмотрел это прохождение с самого начала и досюда! Ёб твою мать! Да сколько это бездарно проёбанное время в моей жизни! Не, блядь, я ебал! Я больше таким дерьмом заниматься не буду! И между прочим! Когда я записал первый выпуск, я сижу и понимаю, что это какая-то хуйня! Но думаю... Блин, ну может это, как обычно, мне какая-то хуйня будет собирать просмотры! Я, блин, половину видосов, которые я записываю, особенно по навалам, такой думаю, блядь, какую же я залупу, блядь, делаю! А потом смотрю, она просмотрит, такой, а, не, всё заебись оказывается! Охуенно! Думаю, ну может тут так же будет? Нет, блядь, тут так не было! Ёб твою мать! Ладно! Думаю, сегодня на этом с этим чудесным говном можно закончить! Другие концовки я проходить не буду! Не, мне, мне хватило! Я ебал это говно дальше ковырять! В общем-то, всем спасибо за просмотр и до встречи в других прохождениях! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!